Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый вечер, точнее уже. Позвольте представить вашему вниманию доклад применения методов внутрисосудистой визуализации в честь кожных коронарных вмешательствах и как на этом фоне меняется наша стратегия. Ну, направление деятельности нашего центра перечислено. В общем-то, я несколько раз уже о них говорил. И как раз-таки одним из этих направлений являются внутрисосудистые методы визуализации в сочетании с функциональной оценкой коронарного кровотока. Ну и здесь я вот написал ротационная трактомия. Я, скажем так, анонсирую. 4 июня этого года, буквально уже скоро, приедет аппликатор, установит систему и мы уже начнем заниматься на сегодняшний день единственной в Иркутской области ротационной трактомией у пациентов с выраженным кальцинированным констерическим поражением коронарных артерий, за которыми очень часто не берутся ни хирурги эндоспилярные, ни кардиохирурги. Ну, традиционно я этот слайд уже показывал, просто хочу снова напомнить о том, что наш центр входит в состав крупного холдинга, Медмагрупп. Мы являемся одним из пяти центров. И, в общем-то, в качестве такого маленького хвостовства из этих пяти центров мы на сегодняшний день имеем больший объем мешательств и, соответственно, больший объем, больше ассортимент этих мешательств выполняем в стентировании при чрезкожно-каронарных мешательствах, имплантируем кардиостимуляторы, производим тромбоэкстракции при остром нуждении мозгового кровообращения, выполняем эмболизации. И, в общем-то, этот перечень достаточно еще велик, который мы можем запустить. Мы к этому стремимся. И вот хочу сказать, что в структуре пяти центров общее число курированных пациентов в прошлом году составило 8 тысяч. А человек, общее число курированных пациентов с острым коронарным синдромом порядка 5 тысяч человек. С учетом этого можно сказать, что по факту наши пять центров, расположенные в разных уголках страны, работают как один большой федеральный центр. Сопоставимо с объемами. Ну и немножко цифр буквально я хотел бы озвучить, потому что это в дальнейшем нам даст понятие определенное. Ну и, опять же, как сказал наш генеральный директор на одном из совещаний, если мы не показываем цифры, то у вышестоящих инстанций складывается впечатление, что мы шарашкина контора, которая зарабатывает деньги, где-то сидит. На самом деле это не так. Мы люди идейные и, в общем-то, стремимся. И по этим цифрам видно, что с 2019 года, как открылся центр в городе Братск, количество пациентов, курированных в Котлобян-гора, неукоснительно растет. 2500 пациентов в прошлом году, 1100 уже пациентов за пять месяцев 2024 года прошло. Ну и более 10 тысяч уже за весь период существования нашего центра. Общее количество черезкожно-коронарных вмешательств. Также мы видим цифры почти 1200 ЧКВ в прошлом году, 419 выполнено уже в этом году. По структуре плановых ЧКВ мы плавно перейдем как раз-таки именно к стабильной ишемической болезни сердца, поскольку визуализация на сегодняшний день, о которой я буду дальше говорить, она именно представлена в этой группе пациентов. 500 пациентов стентировано в прошлом году, 148 в этом году, немножко мы в этом году отстаем, но я думаю, впереди у нас еще время есть. Не зря поставил этот слайд, потому что здесь кардиологическое сообщество у нас находится, и как раз хотел бы обратиться. Мы выполняем плановые кронарографии, также в структуре нашего центра. Порядка 800 пациентов в год у нас проходят. И вот на следующем слайде я хочу представить результаты каронароангиографии. Мы видим, что нестанализирующая каронарная болезнь сердца без показаний к ревоскулизации у нас в этом году превысила отметку 60%. Это очень много, такого быть не должно. Но это говорит о том, что неинвазивная диагностика в нашем регионе очень сильно страдает. Для этого мы как раз таки сформировали на базе нашего центра кабинет ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний основным заболением, которое является стресс-эхокардиография. Это неинвазивная диагностика, тот золотой стандарт, который на сегодняшний день прописан в клинических рекомендациях. Фарид Исмогилевич как раз говорит о том, что наступает эпоха ренессанса стресс-эхокардиографии. Этот метод более доступен, и мы можем также им пользоваться. И я призываю кардиологов все-таки направлять перед проведением инвазивного вмешательства, инвазивной коронарографии как раз таки на проведение неинвазивной диагностики ишемической болезни сердца. Мы все прекрасно понимаем, что инвазивное вмешательство всегда сопряжено с определенными рисками. И даже на плановой коронарографии очень редко оно случается, что пациент погибает. Ввиду осложнений. Количество стресс-эха. За прошлый год 33-4 исследований. Полный год в этом году уже 339. Мы исследований выполнили. Цифра растет. Я надеюсь, что она будет и дальше расти с вашей помощью. И определенный процент пациентов не попадет к нам на стол для проведения коронарографии, в результате которой будет отрицательный результат. От отсутствия какого-либо дальнейшего положительного эффекта для пациента. Ну и теперь плавно перехожу к инвазивной диагностике внутрисосудистой методы визуализации. Что же в них входит? На сегодняшний день внутрисосудистая метода визуализации включает ультразвуковое исследование, оптико-когерентную томографию и функциональную оценку кровотока. Здесь различные методики представлены. ФР, АФР, ДФР в разные периоды волнового с использованием гиперемии, безволнового периода. В нашем центре представлено измерение моментального резерва кровотока, МРК, так называемый, АФР. К сожалению, на сегодняшний день не представлена оптико-когерентная томография, но мы это хотим. Мы, я думаю, будем этого добиваться в определенной мере. Ну и также вот на слайде представлено, что 13 июня 2022 года мы эти виды диагностики у себя в центре ввели и работаем по ним. По клиническим рекомендациям не буду останавливаться. Я думаю, что все мы прекрасно их знаем. Европейские рекомендации, клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации. Просто хочу подчеркнуть, что здесь внутрисосудистые ультразвуковые исследования или оптико-когерентная томография коронарных артерий целесообразно применяется и проводится для оценки значимости поражения ствола левой коронарной артерии максимального сегмента передней исходящей артерии у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца при отсутствии возможности получения данных нагрузочного стресс-тестирования. Вот именно тот момент, о котором я говорил. Или определение функциональной значимости кровотока с помощью измерения индексов ФРК и МРК. Также хочу обратить внимание на этом слайде, что рутинное выполнение внутрисосудистых методов визуализации не рекомендуется. Но чуть позже я покажу о том, что может быть это не совсем так. Итак, какие же возможности у нас у внутрисосудистой визуализации, внутрисосудистого ультразвука? В первую очередь, это оценка критериев оптимальной имплантации стента. Мы можем увидеть, просчитать минимальную площадь раскрытия стента, наличие или отсутствие мальпозиции или краевой диссекции. То есть, насколько хорошо прилегает стент к стенке артерии, нет ли там зазора, скажем так, между стенкой артерии и стентом, который может привести к последующему тромбозу, к развитию рестоноза и ухудшить прогнозы этого пациента. Также мы можем обнаружить протрузию атеросклеротической бляшки через чайки стента, пристеночный тромбоз. Кроме всего прочего, в СУЗИ является выбор методов для подготовки поражения коронарных артерий. После проведения в СУЗИ мы понимаем анатомию бляшки, мы понимаем морфологию бляшки, анатомию коронарного сосуда. Мы видим протяженность этой бляшки, потому что все мы прекрасно понимаем, что ангиография – это все-таки двухмерное изображение, это операторозависимая процедура. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ нам помогает понять, найти точки прикосновения, найти нативный участок артерии, куда имплантировать стенд и улучшить в последующем результаты нашего стентирования. Также подбор оптимальных размеров инструментов, подбор стента, диаметра стента – очень важный момент. Особенно, наверное, в большей степени это у пациентов с острым коронарным синдромом. Это уже другая тема для разговора, когда идет спазм сосудистого русла. Зачастую мы видим, когда хирург имплантирует стенд меньшего диаметра, а через некоторое время, приходя пациенту повторную коронарографию или вмешательство, мы видим, что стенд явно недораскрыт. Это как раз-таки тоже один из предикторов дальнейших ишемических событий. Оценка наличия недорасправления мульпозиции стента, как причины рестеноза или тромбоза стента. То есть ранее был установлен стенд, мы видим рестоноз, какова же причина гиперпродукции неоинтима, так называемой. Здесь мы можем это определить. Ну и применение при ЧКВ у пациентов со сниженной почечной функцией для минимизации введения генконтрастного вещества. В январе был на съезде российского общества нашего интернационной ангиологии. И были несколько докладов, как раз-таки, где показывали вмешательство, черезкожное коронарное вмешательство у пациентов с такой проблемой с введением 5, 7, 10 мл контрастного вещества. Понятно, что была до этого коронарография, была известная анатомия, интуитивно заведен проводник в коронарную артерию, минимум контраста для позиционирования стента, предварительно выполненные в СУЗе, четкие границы, четкие ориентиры, стентируем и имеем хороший результат и минимальные последствия для пациентов как раз-таки с такой патологией. Ну вот, что из себя представляет картинка, изображение внутрисосудистой визуализации и что мы из нее можем взять. Самое важное для нас это площадь окружности просвета, минимальная площадь просвета, которую мы, соответственно, видим, мы ее высчитываем, мы видим референсное значение диаметра артерии, мы можем просчитать минимальную толщину бляшки, максимальную толщину бляшки, соответственно, считываем площадь окружности, эластические мембраны для референса, для подбора оптимальности МТИ, опять-таки, вот здесь на слайде представлено нормальное значение площади просвета артерии, в клинических рекомендациях это также все прописано, ствол левой коронарной артерии более 6 квадратных миллиметров, проксимальные сегменты магистральных, ну и средние сегменты магистральных артерий более 4 квадратных миллиметров. В качестве клинического примера больной, 56 лет, с инкардией, третий функциональный класс, поражение правой коронарной артерии, в общем-то, мы видим, что, ну, наверное, процентов 50-60 протяженность артерии, примерная степень стеноза коронарной артерии, но при этом достаточно протяженной. Нужно стентировать, не нужно стентировать этого пациента. Выполняем внутрисусудисто-ультразвуковое исследование, измеряем площадь, мы видим, что в наиболее узком месте, в наиболее стенозированном месте площадь, минимальная площадь просвета артерии 2,5 квадратных миллиметра. Это средний сегмент правой коронарной артерии, более 4 миллиметров на предыдущем слайде я обозначил, он должен быть. Соответственно, мы выполняем баллонную ангиопластику. Нам интересно посмотреть, что происходит после баллонной ангиопластики. Мы видим разрыв атеросклеротической бляшки, мы видим диссекцию, зону диссекции. Выполняем стентирование. Вот такой вот конечный результат. Красивая ангиографическая картинка правой коронарной артерии. И мы видим тот сегмент, который наиболее был сужен. Площадь, минимальная площадь просвета стала 12,3 квадратных миллиметра. Получается хороший ангиографический результат, подтверденный внутрисосудистой визуализацией. Оговорюсь, что вот такие вот исследования мы делаем на сегодняшний день крайне редко. Я имею в виду для степени определения стеноза и в последующем астентирования по данным в СУЗе. Потому что все-таки мы считаем, что функциональная оценка кровотока она более прогностически значимая в этой ситуации. А вот внутрисосудистое ультразвуковое исследование оно в большей степени необходимо для постконтроля как раз таки астентированного сегмента. Пример больной 68 лет стабильная стенкардия третий функциональный класс здесь прошу прощения ошибка третий там функциональный класс был коррегированный стеноз правой коронарной артерии инфаркт был в 2019 году стентирована правая коронарная артерия ну и стеноз мы видим ствола протяженный на всем протяжении порядка 60% критический стеноз устье передней нисходящей артерии который в общем-то переходит на максимальный сегмент передней нисходящей артерии выполняется предилетация поскольку мы понимаем что внутрисосудистый датчик у нас через критический стеноз не пройдет визуализируем артерию после предилетации включать соответственно мы видим выраженную атеросклеротическую бляшку бляшку кальцинированную минимальная площадь просвета мы здесь даже считать не стали здесь в общем и так все было понятно выполняем стентирование имплантируем два покрытых стента в нашей клинике используют только покрытые стенты 4 на 28 и 3 на 28 максимальный сегмент 3 на 28 с выходом в ствол мы видим ангиографический результат как вы считаете это оптимальный результат с вашей точки зрения верну назад стеноз ствола устьевой критический стеноз передней нисходящей артерии ну с точки зрения рентгенхирурга это хороший оптимальный результат получили замечательную красивую картинку выполняем внутрисосудистую ультразвуковое исследование контрольное видим что все-таки вот у нас страты стента мелькают вот они видим что часть бляшки то у нас все равно присутствует в просвете и мы видим скажем так небольшой зазор между вот этой атеромой поврежденной которая там была и стенкой сосуда то же самое в максимальном сегменте передней нисходящей мы делаем оптимальную дилетацию соответственно заводим баллон высокого давления раздуваем его и вот в итоге получаем вот такой результат здесь немножко другое изображение датчик уже 60 герцовый тот у нас во время операции прекратил свою работу поэтому более четкая картинка также мы видим в этом месте атерому но при этом при всем просвет стал совсем иным и как раз таки вот в этих ситуациях внутрисосудистые ультразвуковые исследования он очень важно и необходимо для того чтобы у нас не возникало в последующем предикторов развития ишемических событий повторных в виде тромбоза стенда в виде рестоноза стенда потому что тромбоз в стволе левой коронарной артерии в общем-то это практически сразу летальный исход здесь вот мне нравится очень это исследование на 2009 года 290 пациентов показатель смертности при ангиографическом контроле и в СУЗе контроле 16 4,7 наблюдение практически 3 года за пациентами следующим методом который мы владеем и активно используем значительно в большей степени нежели внутрисосудистые ультразвуковые исследования это моментальное измерение моментального резерва кровотока новый метод функциональной оценки значимости стеноза который не требует введения гиперамических препаратов его предшественник было измерение фракционного резерва кровотока ФФР он требовал необходимости введения гиперамических препаратов зачастую на введение которых возникали осложнения в виде фибрилляции желудочков процентов 20 пациентов их испытывали что такое МРК МРК это отношение моментальный резерв кровотока это отношение давления дистальнее исследованного стеноза коронарной артерии к давлению в аворте то есть гайд катетер который находится в стволе левой коронарной артерии калибруется с датчиком который находится у нас на кончике проводника 30 мм от самого кончика выравнивается давление затем датчик заводится за стеноз непосредственно здесь как раз я это покажу непосредственно за стеноз желательно немножко дальше чем показано на картинке порядка 30 мм от него и в безволновой период определяется вот этот коэффициент ну соответственно коэффициент если стеноз является гемодинамически значимым показателя для IFR является 0.89 и ниже то есть соответственно как только мы видим такой показатель мы должны стентировать артерию для значения FFR это 0.8 и ниже что я говорил как раз таки по поводу гиперемических компонентов бывают пациенты с многососудистым поражением вроде бы везде пограничные стенозы более 90% стеноза мы не видим тем не менее 4 артерии 4 поражения у этого пациента необходимо было бы для измерения ФРК вести 4 дозы поповерина в левую коронарную артерию 3 раза по 20 мг и 12 мг в правую коронарную артерию в общем осложнения не заставили вы себя ждать на сегодняшний день моментальный резерв кровотока как раз таки позволяет спокойно безопасно и для оператора и для пациента выполнить это исследование и определить степень поражения и функциональную значимость самое главное этого стеноза и принять решение в последующем также клинические рекомендации относительно проведения моментального резерва кровотока опять же остановлюсь при невозможности проведения инвазивных стресс-тестов коронарографии дополненной измерения ФРК или МРК рекомендуется для оценки состояния коронарного русла пациента и это очень важно клинический пример это клинический пример из нашего центра почему оговариваюсь из нашего центра потому что сразу задам вопрос в аудиторию как считается все-таки какой стеноз кто был на конференции видел уже этот пример 5 апреля ну нет не 90 он явно не 90 хирург из нашего центра написал что это стеноз 30-40% и более значимым ему показался стеноз выгибающей артерии 60-70% этот пациент после проведения плановой коронарографии который пришел без неинвазивной диагностики было отправлено проведение стресс- эхокардиографии выполнено стресс-тест получен результат положительный по передней стенке как раз бассейн передней нисходящей артерии хирург усомнился снова попал этот пациент к нему усомнился мы выполнили IFR получили коэффициент 0,84 здесь не возникло никаких вопросов этот стеноз гемодинамически значимый видимо еще здесь глыбу кальция которая лежит рядом с этой бляшкой атеросклеротической и также выполнили IFR огибающей артерии 0,96 здесь вопрос был закрыт было выполнено стентирование передней нисходящей артерии с хорошим географическим результатом пациент был направлен домой ну и здесь вот по нашему клинике я хочу сказать о том что на сегодняшний день порядка 20% пациентов с плановыми чрезкожными карминальными вмешательствами у нас выполняется внутри сосудистой визуализации вот поэтому в Иркутской областной там есть свои особенности но мы в этой области как раз стараемся этот процент увеличивать и расширять ну видно что 22-й год 21% 23-й год 19-й ну и 5 месяцев 2024 года соответственно 18,9% процент уменьшается но дальше я покажу что количество исследований то у нас увеличивается здесь четко прописан процент по чрезкожным карминальным вмешательствам то есть вот эти цифры 84-99 здесь будет где 28 другая цифра в этом году по окончании это те цифры которые прописаны соответственно территориальным фондом по программе госгарантий которые мы должны быть освоены они должны освоить и в общем-то этим занимаемся количество чрезкожных корональных вмешательств и количество исследований здесь может не совпадать мы у одного пациента можем выполнить исследования одной и двух и трех артерий магистральных посмотреть боковую ветвь посмотреть измерить IFR после проведения стентирования основного сосуда в боковой ветви например ну и вот соответственно 22-й год 84 чрезкожных корональных вмешательств при этом 129 исследований у нас было выполнено 23-й год 99 154 ну и вот 5 месяцев 24-го года 28 чрезкожных корональных вмешательств с использованием внутрисосудистого ультразвука и соответственно оценки функциональной оценки кровотока и 54 непосредственно исследования в разных артерий всего за этот период 211 исследований 211 чрезкожных корональных вмешательств прошу прощения и 317 исследований ну и самый главный вопрос который был я его оставил наконец как же меняется эта стратегия при с применением этих методов исследования 22-й год 84 чрезкожных корональных вмешательств 97 пациентов 13 пациентов это те пациенты которым планировалось чрезкожное корональное вмешательство но ввиду того что по данным внутрисосудистой визуализации стеноз являлся гемодинамически незначимым этим пациентам не было выполнено стентирование 129 исследований то же самое 23-й год 16% пациентов из той группы которым было выполнено чрезкожная была выполнена визуализация они ушли без стенда они ушли на медикаментозную терапию поскольку мы выяснили что у этих пациентов стеноз является гемодинамически незначимым причиной их состояния является какая-то другая причина в этом году процент у нас несколько подрос я думаю что он будет и дальше нарастать порядка 26% пациентов и самый важный момент выполнено было это исследование 253 пациентов вот за период два с половиной года 48 пациентов было с многососудистым поражением то есть трехсосудистым поражением из них 27 пациентов было переквалифицировано и соответственно процент 56,25% пациентов с трехсосудистым поражением были переквалифицированы в одно или двухсосудистые и в принципе они должны были направляться на аортокоронарное шунтирование но благодаря этой методике мы поменяли стратегию в обратную сторону и выполнили стентирование пациент счастливый и довольный пошел домой ну и вот вопрос а так часто ли следует применять внутрисосудистую стивилизацию в ежедневной работе вот я приведу процент применения в различных странах Япония является передовой страной в проведении этих исследований на сегодняшний день насколько я знаю у них еще больше проводится исследование визуализации коронарного русла ну и вот соответственно частота применения в клинической практике различных центров здесь этот слайд я позаимствовал у Автандил Михаундовича Бабунашвили председателя российского общества кардиоангеологов доктор Коломбо Милани это в общем-то один из основоположников рентгенхирургии 90-95% на сегодняшний день они используют в своей практике для сравнения я в общем-то и нас сюда представил котла Пангара 20,32 но я пометил что при стабильной ишемической болезни сердца следующим этапом формирования этих исследований у пациентов будет в когорте остров коронарного синдрома без подъема сегмента эстет что в общем-то тоже важно ну и вот как раз таки центр где работает Автандил Михаундович 15,8 но опять же с поправкой они все-таки делают у них небольшой объем вмешательств по экстренным пациентам ну вот общий процент 15,8 то мы где-то вот находимся как я считаю в хороших позициях в отношении этих исследований ну и все-таки как же меняется стратегия в окончании своего доклада хочу сказать что раньше примерно лет 10 назад когда я только пришел в профессию отличным хирургом считался тот кто поставил больше стендов тенденция была такова увидел стеноз обязательно его надо простенсировать сегодня отличным хирургом считается тот кто сумел доказанно уйти от имплантации стендов спасибо за внимание